МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Футбольный клуб провел первую домашнюю игру в этом сезоне. Далее расскажем обо всем подробно. Около 14 тысяч саровчан полностью привили от коронавируса. Еще полторы тысячи ждут вторую прививку. Вакцинируют горожан спутником ВИИ. За все время серьезных осложнений после прививки ни одного пациента не зафиксировали. Как проходит вакцинация, как надо готовиться к прививке и нужно ли ее делать, если уже переболел ковидом, расскажем в следующем репортаже. Очередей с каждым днем все меньше. Если раньше запись на вакцинацию в первой поликлинике ввели на 2 или 3 недели вперед, то сегодня этот срок сократился до 2-3 дней. Ежедневно прививки здесь делают около 150 человек. Всего в городе прошло вакцинацию около 14 тысяч саровчан. Подготовиться к прививке просто. Принять душу в первую очередь, потому что потом нельзя 3 дня мочить руку будет. Во-вторых, принести с собой документы. Полис, паспорт, снился обязательно, потому что потом формируется сертификат прививочный, а он происходит только при наличии снился, через госуслуги формляется. После прививки врачи рекомендуют соблюдать несколько правил. Не перегреваться, чтобы не спровоцировать повышение температуры. Исключить прием алкоголя на 3 дня, а также избегать больших физических нагрузок. После вакцинации температура может подниматься до 39 градусов, но держится недолго, примерно несколько часов. Если температура поднялась, надо принять парацетамол или ибупрофен, ну, любой жароподнижающий препарат. Обычно этого достаточно. Температура нормализуется и больше не поднимается. Редко, когда до 3 дней бывает субфибрильная температура с ламотой 37,2. Если ламота, температуры нет, но плохое самочувствие, тоже можно принять нестероидное противовоспалительное. То есть вот тот же парацетамол можно использовать. Противопоказаний у вакцины немного. Как правило, это не работающий иммунитет, аутоиммунные заболевания, лечебные стадии у онкобольных. Можно ли идти на прививку или лучше от нее воздержаться, решает только доктор. Существенных противопоказаний для аллергиков нет. Им рекомендуется делать вакцину вне весеннего и летнего полиноза. Есть ограничения для серьезных аллергических проявлений, типа анафилоксического шока, когда человек после чего-либо попадал в реанимацию с анафилоксическим шоком. Вот им не рекомендуется в принципе делать эту прививку. Сейчас на прививку можно записаться на портале пациента через регистратуру по телефону 95511 в прививочном кабинете номер 460 по телефону 95549. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 1 июня в мире отмечают Международный день защиты детей. В честь этого события во Дворце детского творчества прошел атомный квест. В гости к ребятам пришли сотрудники ядерного центра. Они подготовили для дворцовцев несколько заданий. Детям предстояло пройти ряд станций и познакомиться с профессиями, имеющими отношение к атомной отрасли. Сложные, но интересные задания подготовили для детей научные сотрудники ядерного центра. Эксперименты, гипотезы, мастер-классы, головоломки и шифры. Каждый взрослый постарался увлечь ребят, поделиться знаниями в той или иной области. Главная задача атомного квеста – сформировать у юных саровчан представление о сложностях каждой профессии и привлечь их внимание к научной деятельности. День защиты детей, 1 июня, и мы не могли не сделать замечательный праздник нашим ребятишкам. На базе Дворца творчества сегодня деловая игра «Атлас профессий». Ну, новизна в том, что здесь совсем юные ребятишки сегодня. Это первый, шестой класс. С такой аудиторией мы еще не работали. Нам сложновато, но мы учимся. Воспитанники детского лагеря «Искорка» впервые приняли участие в атомном квесте. Ребята разделились на группы и посетили шесть станций, где взрослые поделились хитростями и секретами профессий. Физика, химика, криптографа, водители специальной колонны, технолога пищевого производства и кондитера. Нам рассказывают об этом, чтобы мы потом какую-нибудь из этих профессий выбрали. На каждой площадке у детей широко открывались глаза от удивления, переходящего в восторг. Ребята просили организаторов научить опытом, который они смогут повторить дома и показать родителям. По словам участников квеста, самые интересные и яркие эксперименты показали на станции химиков. Мы делали опыт фараонских змей, по-моему, он так называется, там, из таблетки с глюкозой. Мы ее поджигали и вылезали, как будто червяки. Завершая квест, организаторы попросили ребят рассказать об особенностях представленных профессий, чтобы подвести итоги и поделиться новыми знаниями и опытом. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Педагог Дворца детского творчества Елена Гурова стала победителем регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям». Вместе с другими работниками сферы дополнительного образования она защищала программу и выполняла экспромтные задания. Решением жюри ей присудили первое место. Теперь Саровчанка примет участие в первом туре федерального заочного этапа, который продлится до 15 сентября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Сквер на проспекте Мира проведут в порядок в рамках проекта формирования комфортной городской среды в следующем году. Эта территория победила в голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Сквер получил почти 4000 классов саровчан. Работы профинансируют из областного и городского бюджетов. В ближайшее время специалисты приступят к разработке проекта благоустройства, который затем вынесут на общественное обсуждение. В России хотят запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек. Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Планируется увлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве и сельском хозяйстве промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое. Закон позволит улучшить экологическую ситуацию в стране, снизив уровень пластиковых отходов. Благодаря этим нововведениям будут рассмотрены новые подходы к утилизации и обороту отходов. Худочная галерея приглашает саровчан провести вместе летние каникулы. Каждый будний день до 31 августа там будут проходить экскурсии, творческие мастерские и кинопоказы. Дети научатся создавать цветочную корзину в технике бумажного моделирования, познакомятся с техникой объемной аппликации и посмотрят самые новые анимационные фильмы. Участие по обязательной предварительной записи телефона для заявок 702-87 и 6-6409. Численность группы на мастер-классе не более 15 человек, на кинопоказах 88. Все посетители должны быть в масках. Выставка «Город это мы» открылась в городском музее. Экспозиция приурочена к 330-летию Сарова. Сотрудники музея обещают, что выставка будет интересна как гостям города, так и всем его жителям. Посетители смогут увидеть знакомые улицы и здания, возможно найти себя на фотографиях разных лет. Юбилейная выставка «Город это мы» в городском музее посвящена 330-летию Сарова. Точкой отчета днем рождения города считают 1691 год, когда монах Иоанн поставил на горе крест. С этого времени здесь появилась монашеская община и первые поселения. Выставка проводит зрителя сквозь времена, от древней истории монастыря до наших дней. Выставка посвящена и древней истории монастыря, и этого места, и истории довоенной, и в время войны, и поселку Саров тоже у нас есть экспозиция. Ну и большая часть посвящена уже советской истории города, когда в 54-м году этому месту присваивается статус города, когда появляется в 46-м году объект. В экспозиции представлены многочисленные фотографии, архивные документы, предметы быта, достижения городской среды. Гости выставки могут перенестись в разные эпохи, окунуться в атмосферу прошлых лет, увидеть, как менялся город. И вот так город у нас живет, вместе со своими когда-то приезжими с разных городов и весей приезжали, были специалисты, и вот так вот развивается, ну и строится. Мероприятие будет интересно всем, кто неравнодушен к истории города. И дети, и взрослые смогут найти для себя что-то новое и увлекательное. И молодые, и, скажем так, возрастные люди все с живым интересом откликаются от выставки. В общем, вызывает она и радость, и какую-то немножко, может, грусть, но приятное действительно впечатление остается. Юбилейную выставку «Город – это мы» музей представит горожанам до конца лета. Мероприятие для лиц старше шести лет. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В Сарове прошла третья встреча в рамках проекта российского движения школьников. Рассказчиками стали пионеры-инструкторы Союза «Сияющие звезды» и школьники-участники смены во всероссийских лагерях «Артек» и «Орленок». Что и как надо делать, чтобы получить заветную путевку и оказаться в числе самых активных, талантливых и целеустремленных молодых россиян, расскажем далее. Как проходит жизнь в городских общественных организациях? Как попасть в международные детские центры «Артека и Орленок»? И как подружиться с ребятами, живущими в разных уголках нашей страны? На эти и другие вопросы в рамках всероссийского проекта «Классная встреча РДШ» ребятам из детского лагеря «Искорка» ответили активисты СДО «Сияющие звезды». В РЦ детского творчества есть лагерь для детей, и мы решили их немного развлечь и провести встречу вместе с Артемом, на которой поделимся своими впечатлениями и опытом пребывания во всероссийских детских центрах. Это «Арленок» и «Артек». Для детей подготовили интерактивные презентации, в которых рассказали об истории лагерей, их внутреннем устройстве и различных тематических направлениях смен. Активисты поделились своим опытом пребывания во всероссийских детских центрах и рассказали о том, как можно попасть на смену в понравившийся лагерь, получить незабываемый опыт и познакомиться с новыми людьми. Мы хотим маленьким детям рассказать о том, как уже с 11 лет начать выигрывать туда путевки, какие конкурсные отборы проходить и, в принципе, рассказать о жизни активистов. Дети внимательно слушали выступающих, задавали различные вопросы, чтобы решить, какой лагерь им понравился больше. Ребятам посоветовали активно участвовать в жизни школы и класса и собирать портфолио личных достижений, чтобы выиграть путевку в один из лагерей. Мне понравилось, как ребята рассказывали, с какой радостью они рассказывали, как им нравилось там, какие там особенности в этих лагерях. Я хочу поучаствовать в Большой перемене, чтобы от нее как раз попасть в один из лагерей. В конце классной встречи ребятам, которые задали самые интересные вопросы, вручили памятные сувениры из лагерей Артек и Орленок. В Нижнем Новгороде прошел очный международный конкурс-фестиваль «Мы вместе». Ученица детской школы искусств Василина Афонина приняла в нем участие в номинации «Эстрадная песня на иностранном языке». Жюри присудило Василине звание лауреата первой степени. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе» ежегодно собирает в Нижнем Новгороде талантливых ребят из разных уголков страны и из-за рубежа. Саров представляла ученица детской школы искусств Василина Афонина. В номинации «Эстрадная песня на иностранном языке» она стала лауреатом первой степени. Конкурс приходил в городе Нижний Новгород. Он был очный. И после такого долгого периода мне как раз захотелось поехать на очный конкурс, почувствовать эту сцену, выйти на нее, поделиться эмоциями с зрителями. Помимо вокала девушка активно занимается английским языком. Поэтому для конкурса она выбрала англоязычную композицию «One Night Only» Дженнифер Хадсон. А выбрала именно эту песню, потому что в ней я могу показать весь свой голос, спектр, так сказать, голоса. Преподаватель Анжелика Ермакова отмечает уникальные вокальные данные ученицы. Для Василины это повод двигаться вперед и развивать свои возможности. Ну, во-первых, я всегда внимательно слушаю именно критику жюри. Для меня это очень важно, потому что все люди разные и у всех разное мнение. Я как-то самосовершенствуюсь. В творческих планах вокалистки – покорение фестивалей Москвы и зарубежья. Футбольный клуб «Саров» провел свой первый домашний матч в сезоне. Соперником нашей команды стал «Симар Сервис» из Семенова. В этом году саровчане участвуют в первенстве области в первой лиге. Напомним, ранее «Саров» играл в высшей. Как прошла первая домашняя игра сезона, смотрите далее. Это будет выигрышный матч, рассчитывали игроки саровской команды, выходя первый раз в этом сезоне на домашнее поле. И поначалу ожидания самих спортсменов и болельщиков оправдывались. После первого перерыва команды с полей уходили со счетом 2-1 в пользу Сарова. После перерыва соперник «Симар Сервис» быстро сравнял счет. Исход игры решился уже в дополнительное время. Саровчане пропустили свои вороты неожиданный третий гол. Видимо, что-то пошло не так. Пропустили. В конце ненужный мяч, еще и удаление ненужное. Будем работать над этим. Над психологией футболистов, потому что так нельзя. До этого сезона Саров играл в высшей лиге. Чемпионат области занял в прошлом году последнюю строчку турнирной таблицы. А в этом играет в первой лиге. На счету саровской команды уже две победы и несколько поражений. Состав игроков практически не поменялся. А вот тренер новый, Артем Данилин. Проблемы остались все те же. Нехватка финансирования. Так приходится ни одного легионера фактически нету. Команда строится чисто на своих ребятах. Ну, там, 3-4 еще приезжих, там, ребят с Вознесенского. Но они давно играли за нас. Были бы финансы, скажем так, может быть, и усилили бы какие-то там, наверное, позиции. А так, что имеем, тем тому и рады. 6 июня наша команда на своем поле примет рубин из Ордатова. Будущий соперник Сарова – один из лидеров чемпионата в первой лиге. Начало матча в 16 часов. Вход свободный для лиц старше 12 лет. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!